Доброе утро! С вами Эльвира Харашкина и моя сестра Ида Кикеева. Сегодня мы проведем с вами волшебную тренировку, которая называется «Плоский живот». Наверное, все о нем мечтают. И самое время начать это утром, когда вы проснулись, сделали глоток воды, если вы не привыкли пить. Ну, а лучше, конечно же, стакан теплой воды. И мы приступим сразу делать пресс. Мы покажем вам сегодня вариации, какие могут быть. То есть, если пока вам сложно начинать и делать в правильном положении упражнения, будут вариации, какие у нас есть адаптационные упражнения и как их нужно выполнять в идеале. Итак, приступим. Стопы мы поставим плотно прижатые друг к другу. По ощущениям очень хорошо вы чувствуете пятку и пальцы стоп. Колени также направили друг к другу и сжали. Мы делаем сейчас вдох и на выдохе, обратите внимание, держим ладонями под коленным суставом и работаем тазом. Вдох-выдох. Делайте движения только тазом. Взгляд направляете на попок. Выдох-выдох. Продолжаем это делать. И в следующий раз попробуем делать вдох. И на выдохе уже медленно, опускаем медленно таз и позвонок за позвонком, уходим вниз. Полностью улегли. Сделали вдох. На выдохе начинаем смотреть на живот и плавно с вами подниматься. Руки у нас помогают подняться, если нам это сложно сделать. Выдох-вдох. В следующий раз попробуем уже без рук. Оставим их направленных в потолок. Делаем вдох. На выдохе взгляд на живот. Вот, и медленно выходим. Обратите внимание на тент. И мы с вами должны прочувствовать движение каждым позвонком, каждым сегментом позвонка. На выдох. Делаем еще раз вдох. На выдохе выходим. Тянемся за макушкой вверх, диагональ лопатки мы с вами опустили. Еще раз делаем вдох, на выдохе останемся на полу. Выдох. Подтяните аккуратненько колено, одно к себе, второе. Итак, я напомню, если нам сложно выполнять с вами упражнение так, как нужно, мы сейчас покажем адаптацию. Итак, мы с вами делаем вдох. На выдохе вытягиваем ногу. Выдох. Вдох. Выдох. Помогайте удерживать колено и стопу руками. Вытягивайте. Держите живот плотно, прижатый пупок к спине. Выдох. Вдох. Выдох. Если же вам удается это сделать без раскачивания корпуса, мы с вами перейдем в более сложный вариант. Аида продолжит делать этот вариант, а я с вами продолжаю другой. Итак, мы смотрим на живот. Вдох. Выдох. Стараемся держать таз неподвижный. Вдох. Выдох. Локти направим в стороны. Вдох. Выдох. И чуть усложним. Постарайтесь удлинить ногу максимально дальше от себя. И следующий раз двойной выдох, выдох, вдох. Задача ваша, насколько возможно, оторвать лопатки, смотреть на живот и за макушкой продолжать вытягиваться к потолку. Делаем так еще два раза. Еще раз. Подтягиваем и отдыхаем. Делаем перекат вправо-влево. Немножко отдохнули. Следующее упражнение. Вытяжение одной ноги. Делаем вдох. На выдохе поднимаем ноги. Еще раз. Вдох. И так я напомню, адаптацию нас с вами будет включать вот таким образом. Выдох. Вдох. Акцент на приближении ноги к себе. Вдох. Выдох. Возможно, это будет совсем небольшая амплитуда. Мы также следим с вами за неподвижностью тазобедренного сустава. Я покажу более сложный вариант. Выдох. Вдох. Выдох. И приближаем с вами пупок к спине. Вдох. Выдох. Локти в стороны. Еще сделаем так четыре раза. Три. Два. И следующий раз двойной. Выдох. Выдох. Вдох. И акцент на приближении ноги к себе. Еще два раза. Последний. Опять сгибаем колено в суставе. Отдохнем. Делаем перекат вправо-влево. По ясничному отделу. Ну что, на сегодня все. Вместе с вами была маэстро Аида, я Эльвира. И до новых спортивных встреч. Всего доброго. Всем доброе утро. Меня зовут Санал Дубровин. Я шоу-повар кафе BlackBerry. Сегодня мы приготовим фритату. Традиционный итальянский омлет. Для этого нам понадобятся яйца. Три штуки. Шпинат свежий. Шампиньоны. Сливки. Соль. Перец. Так как мы готовим итальянский завтрак, понадобится оливковое масло. И кусочек багета. Для начала мы поджарим наш багет. Добавим немного масла. Пусть пока жарится. Подготовим все для фритаты. Фритаты. Фритаты – это тот же самый омлет, только итальянский. Обычно его берут, готовят на сковородке, затем доводят в духовке. Добавляют различные добавки. В нашем случае это будет шпинат и шампиньоны. Так, пусть еще обжарится. Добавим к яйцам соль. Все, забьем. Добавим сюда сливок. Черный перец. Так, наш багет уже подрумянивается. Перед приготовлением фритаты лучше сразу разогреть нашу духовку. Также стандартная температура 180 градусов. Все, наш багет пожарился. Можно брать его в сторону. Потом закинем вместе с фритатой. Протрем нашу сковородку. И на этой же сковородке мы пожарим шампиньоны и шпинат. Добавляем оливковое масло. Сразу добавляем шампиньоны, так как у нас разогрела уже сковородка. Грибочек можно посолить. Немного. Добавляем перцы. Грибы просят еще немного масла. Добавляем. Добавляем наш шпинат. И выливаем наш масло. Добавляем. Добавляем прихватиться. Все, выключаем сковородку. И доводим нашу фритату в духовке. Две-три минуты и будет готово. Туда же мы поместим багет. Все, ждем. Так, багет нужно вытащить раньше. А фритату пока подождем. Чтобы мистел. Будем мистеть. Наша фритата готова. Не забываем пользоваться прихватками, либо полотенцем. Сейчас встаем. Все, фритат хорошо отходит. Багет вверем в сторону. Прямо так выложим, как красиво получилось. Наша фритата с шпинатом, грибами и багетом готова. Всем приятного аппетита и будьте здоровы. Доброе утро, дорогие телезрители. Вы продолжаете смотреть передачу «Утро с Хамданом». И сегодня у нас в гостях руководитель логопедического центра «Умница» Элина Помпаева. Элина, доброе утро. Доброе утро, Ангира. Доброе утро, телезрители. Элина, мой традиционный вопрос всем нашим гостям, кто приходит к нам. С чего начинается ваше утро? Первые два слова, которые мне проносятся в голове, это «Господи, благослови». Вот так. То есть с молитвой. Ну да, получается, чтобы день был такой благословенный. Чтобы всем хорошо было, моим близким, родным, моим ученикам, их родителям. Потом начинается каждое утро, что это джамба. Это две каши. У меня трое детей, и нужно успеть всех в школу, в садик, чтобы никто не опоздал. Ну а потом, конечно, работа. Только недавно я открыла свой центр в конце 2019 года, и сейчас моя жизнь совсем по-другому закрутилась. И там скороговорок целый день. Элина, вы не могли бы рассказать о себе, чем вы занимаетесь? Чем занимаюсь? Ну, так как сейчас, будучи в декрете, получается, я сидела, дополнительно постоянно обучалась. Просто меня спрашивали, почему я стала вести свой блог, почему стала делиться полезной информацией. Потому что, находясь в декрете, я не могла полноценно активно работать. И поэтому поток людей, который приходил ко мне звонками, просьбами, мне хотелось, хотя бы будучи находясь дома, все равно делиться информацией полезной для людей. Хоть платно, хоть бесплатно, все равно. Мне хотелось работать, хотелось давать то, что у меня внутри насело. И я не теряла время зря. Я постоянно обучалась. Это прям такое прекрасное было время. Сейчас моей малышке 2,5 года, а старшему вчера было только 17. И имея опыт с разным возрастом детей, мне, конечно, намного легче работать. Обучалась я изначально в Москве. Я училась. Это мое второе высшее уже образование, такое, скажем так, осознанное, по призванию. И на самом деле я пришла тоже не так просто в логопедию, потому что моему сыночку старшему как раз были проблемы. И можно так сказать, в кавычках, благодаря ему еще я пришла в эту профессию. А потом, конечно, это была моей мечтой, организовать что-то свое, чтобы использовать какие-то свои методики, что-то давать новое, интересное. Но, допустим, сейчас, кроме скорочтения, которое я преподаю, ну, помимо логопедии, потому что я очень люблю работать со школьниками. Русский язык, это раньше был мой любимый предмет. Спасибо Наталье Константиновне нашей, учителю русского. Вот, и именно, я еще так хочу сказать, что именно работая с детьми настолько, вот у кого-то есть эмоциональное выгорание, я слышу сейчас почему-то очень часто об этом, а у меня получается такой подъем, я настолько заряжаюсь этим детьми, я вот представляю их, не знаю, пухленькие пальчики, их старательные личики, как они язычок вытаскивают, как они стараются. Единственное, что мне очень жалко, очень жалко, и вот сегодня, пользуясь моментом, хотела сказать, это упущенного времени. К сожалению, очень часто родители ждут чего-то или надеются просто так на что-то, и упускается драгоценное время детей. У каждого периода, соответственно, развития речи, есть сензитивный период, то, когда именно эта функция активно развивается. И когда это время пропускаешь, потом очень тяжело нагнать, нужны будут уже гигантские усилия. Ну, это то же самое, что если вы стоите на остановке, автобус у вас ушел, потом говорят, как нам догнать, что нам делать, на самолете, как ускоряться. Это нужно огромное количество специалистов и такие серьезные усилия. Вот у меня такой вопрос, а почему у некоторых детей не возникает проблем с речью, а у некоторых возникает, они не выговаривают, заикают, а с чем это связано? С чем это связано? Есть много моментов. Но в первую очередь это состояние нервной системы. Период беременности, родов и первые три года жизни, самые-самые, скажем таки, острые. От них все зависит. Очень сложно сейчас проходить беременности, роды. Ну, помимо этого, есть еще такой момент, мы так называем, педзапущенность. Сейчас мамочки очень заняты, все выходят рано на работу. Плюс у кого-то разные, допустим, серьезные кого-то, несерьезные. Детки, как выразится, то, чем они занимаются иногда, даже это телефон. И детки маленькие, они заняты сами с собой. С ними уже мало разговаривают. Многие вещи кажутся, что это, ну, что-то вроде как настолько просто, что даже не стоит это и делать. А именно с этих простых вещей и начинается запущение определенное. С ребенком мало играют, мало разговаривают и мало читают. Поэтому проблемы с речью, то же самое заикание. Например, вот 10 детей. На 10 человек налаяла громко собака. Только один из них начнет, допустим, заикаться. Просто потому, что, допустим, у него он лобильный, ну, соответственно, такая нервная система слабенькая. В следствии родов, допустим. Когда ребенок родился с какой-то проблемой, допустим, была гипоксия, даже просто кислоросечение, это уже минимальная мозговая дисфункция какая-то есть. Вот. Нужно уже держать руку на пульсе. Лучше лишний раз пойти посоветоваться со специалистом. Полчаса консультация, это всего лишь полчаса. Но она зато даст вам и спокойствие, какую-то уверенность. Или наоборот, даст вам возможность и увидеть, что делать. Потому что очень важно не запустить. Вот у меня такой вопрос. Может ли это быть генетически обусловлено? Допустим, если родители заикаются, то обязательно ребенок тоже, допустим, может заикаться. Или, допустим, они выговаривают букву Р, и он тоже будет выговаривать. Не выговаривать. Ну, если дома ребенок слышит такую речь, то вполне возможно, что просто он повторяет. Естественно, это очень частые такие случаи, когда ребенок просто потому что... У него хороший слух, и он повторяет за родителями. И так привыкает. Но это все лечится. Да, это все корректируется, конечно. Просто уже сложнее, потому что вокруг такая речь. А что касается, вы говорили про заикание, это когда такая же, допустим, нервная система передается ребенку. Это просто нужно поддерживать эту нервную систему. Может быть, медикаментозно, может быть, тот же самый режим дня. Для ребенка этого очень важно, по сравнению с другим ребенком. А что касается просто звуков, да, могут быть просто строения, артикуляции какой-то, допустим, та же самая всем известная уздечка. Может быть, она такая же, как у папы, и, конечно, у ребенка сложности. Но, допустим, к подрезанию уздечки, как многие спрашивают, что нам надо подрезать, но это в крайних, очень крайних случаях. А так все можно сделать просто теми же самыми артикуляционными упражнениями регулярными. А стоит ли беспокоиться, если ребенок не разговаривает? Допустим, уже пора бы ему заговорить. Вот, допустим, я знаю многие случаи, когда ребенку уже 3 года, но он не разговаривает. Ну, тут нужно знать хотя бы элементарные просто нормы. Если ориентироваться на них, вот, допустим, в двух словах что скажу? Допустим, ну, в год. Это примерно около 10 слов ребенок должен произносить. Хотя бы «ав», собачка «ав» — это уже слово, это уже звукоподражание. К 2-м годам должна уже пойти маленькая, но фраза. «Мама, дай ам», «дай ам». «Ам» — это уже глагол, это уже предложение фразы. В 3-м годам это уже развернутая речь. Считается, что мальчики заговаривают чуть позже, но на самом деле, как бы, это уже такая статистика. А с чем это связано? Почему? Мы 3 месяца им даем, всего лишь 3 месяца. Чуть позже возможность, скажем так, заговорить, но не год. 3 года, неговорящий ребенок, может быть, очень много разных причин, почему он не разговаривает. Это бывает даже просто, родители не замечают, но у него, допустим, после того, как был отит, аденоиды, у ребенка чуть снижен слух. Уже тоже могут быть проблемы с речью. Мы направляем, в первую очередь, куда? К неврологу и проверить слух. Вот. Это могут быть проблемы после травм каких-то. То есть, может быть, началась речь, может быть, и психотравма, а может быть, просто ребенок упал, и после этого пошел распад речи. Может быть, десятки моментов, и они могут быть сочетаны, разные, поэтому тут, конечно, нужно в тандеме. У нас, к сожалению, вот такую тоже проблему хотела немножко заявить. Очень мало возможности диагностики для детей. Потому что первое, куда мы направляем, и невролог, электроэнцефалограмма. А вообще, как положено, еще как минимум несколько дополнительных обследований, которым приходится делать, выезжая куда-то за город, за другие города. Вот. Я не знаю, почему у нас так с этим сложно, но как минимум то, что я обычно родителям говорю, вот если ребенок не говорит, это невролог обычно должен назначить, допустим, УЗИ сосудов шейного, бывает частая проблема природов повреждения, проверять, есть ли гипоксии, вызванные потенциалы. Ну, много моментов, которые я не могу никак помочь в этом плане здесь деткам. Приходится выезжать. А что вы можете посоветовать вот родителям, у которых вот маленькие дети, чтобы они побыстрее заговорили? Что нужно делать? Детки, которые, допустим, говорят, у нас все понимают, но не говорят. Чтобы появилась речь, вот есть такая, вот мы называем пирамида, пирамида речи, назовем ее так. Речь на самой верхушке. Чтобы появилась эта речь, должно пройти много этапов. Сенсорный, это у вас, я так выражаюсь, у вас должно быть дома грязно, потому что вы должны быть в песке, в воде, в какой-то фасоли, в горохе, в манке. Вот то, что ребенок может почувствовать, прочувствовать. Когда ребенок долго не разговаривает, нужно еще учесть, что мышление и речь это параллельно развивается. Есть так, на самом известном, в гостке, мышление и речи, вот такие труды и всемирно известные. Если речь задерживается, соответственно, задерживается и мышление, к сожалению. Вот поэтому после трех, тем более, ни в коем случае ждать нельзя. И на что мы смотрим? На то, как ребенок ходит. Ребенок, допустим, часто может споткнуться, упасть, он немножко неуклюжий. На это тоже смотрит даже логопед. То есть мы смотрим в последнюю очередь и на мелкую моторику, и на много чего. А вот общая физическая моторика, общее физическое развитие ребенка в первые годы жизни намного важнее. Только потом мелкая моторика, то, с чем детки должны заниматься. Детки не любят, вот такие детки с задержкой, не любят читать книжки. Для них, когда мама читает, это как кто-то говорит на китайском. Многих слов они не понимают и быстро закрывают книжку, все им неинтересно. Поэтому я что говорю родителям? Давайте больше аудионагрузки, аудиосказки, песенки, потешки. Не только ваше, то, что вы говорите, а это должно быть повсеместно. Вы идете мыть ручки, проговорили потешку, водичка у водички, у моего личика. Ну, например, пошли купаться, другая, пошли кушать, стали, сели, снова сели, а потом всю кашку съели. Буквально пару слов, но ребенок привыкает их слышать и уже потом договаривает, допустим, слово и начинается. Затем, что еще из таких моментов игровых? Это известная сказка, тот же самый колобок. Нужно в нее поиграть, не только читать, нужно в нее играть. Построили из кубиков домик, там живет баба с дедом, делали слепили колобка, две секунды, поиграли. И ребенку не нужно говорить, скажи, повтори, потому что они наоборот закрываются, когда у них не получается, получается речевой негативизм. Когда они играют, им приходится говорить в силу игры, их никто не заставляет. Хотя бы звук, хотя бы слово. Они раскрываются, им приходится какое-то хотя бы междометие, но сказать. С какого месяца вообще можно ребенка начинать уже развивать именно в плане речи? В плане речи? Вот с рождения ребенок смотрит на маму, на ее губы, артикуль, как она говорит, как она откликается. Он прогукал, мы должны отреагировать, мы должны сказать, нужно эмоцию свою показать. Они же пока только интенсивно понимают, мы можем все, что угодно сказать, какой-то нехороший, но только каким словом. Но если ребенок говорит и слышит отклик эмоциональный, идет развитие. затем, если говорить позже, допустим, мы подходим к крану, мы говорим, открываем кран, вот течет вода, бери мыло, берет мыло, то есть он видит, мы говорим, короткие предложения, ему понятны, четкие слова, и тут же дело, он видит и понимает то, о чем мы говорим. Не нужно говорить все время, все время бесконечно и сложными предложениями, в раннем возрасте имею в виду. Ну вот в таком плане ребенку будет понятно, будет формироваться понимание речи. А когда ребенок вроде бы понимает, но не может сказать, мы хотя бы должны усложнять инструкцию, не просто пойди там, сделай что-то, дай, а вот в той комнате на нижней полочке лежит то-то, то-то, дай, дай. Мы проверяем еще насколько он понимает действительно, потому что бытовые вещи простые, конечно, именно понимают и родители думают, что все в порядке. Недооценивают ситуацию часто. Елена, скажите, с годами только усложняет ли ситуация проблема речи у детей? Да, к сожалению. Это все связано с тем, что они сидят постоянно в телефонах, интернет, смотрят мультики и не занимаются родители с ними, да? Отчасти да. Отчасти да. То есть здоровье мамы, здоровье ребенка, то есть как вот проходили беременности, роды, вот этот момент. И, конечно же, в первые годы жизни телефон, гаджет не просто... Просто я считаю, что противопоказан. Я уже на своем опыте, на реальном опыте вижу, насколько серьезной сложности это дает, какую задержку это серьезную задержку ребенку дает. Ну и плюс, если говорить даже просто звуков, что касаемо, то есть приходят детки, которые настолько каша во рту, непонятно, что они говорят. Родители, да, признаются, что вот мы все время все делаем пюре. Пюрированный суп из баночек питания. Ребенку, ребенке нет нагрузки на артикуляцию. Даже это влияет. Даже это влияет, да. Даже какая ложечка по возрасту, потому что должно быть определенное смыкание. Мышцы, это же мышцы. Язык, это мышцы, органы, это определенные мышцы, и они должны работать. Вот, допустим, человек, ему уже, допустим, лет 30, он, допустим, картавит. Да. Или, допустим, я проговариваю букву Р. Какое можно упражнение выполнять, чтобы выговаривать эту букву, элементарное хотя бы? Проговаривать этот звук, ну, многие знают, то есть сейчас вам покажу несколько упражнений, получается, да. Но, во-первых, одно из базовых упражнений это лошадка, всем известная. Я просто покажу частую ошибку, как ее делают. Делают это упражнение так. Открывается рот, улыбки нет, положено, чтобы нижний, чтобы подбородок не двигался, чтобы был такой некий оскал, что должна быть улыбка широкая, когда расстояние между зубами минимум в палец, туда работают динужные мышцы, тогда работает только язычок, ничто другое не помогает. Таким образом мы подтягиваем уздечку, работают необходимые мышцы, но это, опять-таки, только одно из упражнений, там их много, в каком состоянии, кончик языка, может быть, там высокое небо, много моментов, надо смотреть. И в завершении нашей передачи, что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям, у которых есть, допустим, проблемы с речью? Все можно сделать, можно помочь, просто главное, вот если просто обратиться к родителям, к специалисту, это хорошо, то, что он будет заниматься сваливающим ребенком, это прекрасно, но без вас, без родителей не бывает ни быстрого результата, и, допустим, если бы вы просто с ребенком поиграли в тот же самый театр, в ту же сказку, настолько вы бы прочувствовали, как с ребенком здорово играть, вам бы понравилось, потому что они сейчас, дети, не могут насытиться игрой с родителями, мы не можем расслабиться, мы отвлекаемся все время, не можем даже 15 минут с ребенком поиграть по его правилам, а потом немножко усложнить игру и сделать то, как полезно еще плюс ребенку. Вот я этого хочу пожелать, чтобы вы получили удовольствие от игры с ребенком, были в это вовлечены, ребенок прочувствует это и будет результат. После моих курсов просто родители говорят, что мы научились играть с детьми и появилась даже больше эмоциональная связь, близость, и плюс, естественно, как плюс, как бонус развития речи. Здорово, спасибо большое. Напоминаю всем, сегодня у нас в гостях была руководитель логопедического центра «Умница» Элина Помпаева. Элина, спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Очень рада. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова